Здравствуйте! Этот цикл туториалов посвящен использованию прямого доступа к глобалам из приложений, написанных на C-Sharp, при помощи технологии Cache Extreme. Для начала рассмотрим предметную область. В данном случае это фирменный магазин спортивной обуви. Соответствующий глобал будет состоять из трех индексов. Это категория товара, модель кроссовок, возможные расцветки конкретной модели. Значениями узлов будут описание категории, размеры и цены соответственно. Поскольку будет показано три различных подхода к построению веток дерева, то будут рассмотрены три разные категории товаров. Это беговые кроссовки, кроссовки для игры в волейбол и универсальные кроссовки для тренировок. В данном видео рассматривается настройка среды и создание подключения к базе данных. Первое, что необходимо сделать, это настроить переменные окружения. Необходимо проверить наличие и при необходимости добавить переменные GlobalSchool, которые указывают на директорию, в которой установлена Cache. А также необходимо проверить наличие пути к исполняемому модулю Cache переменной Path. Следующий этап – это создание и настройка проекта в Visual Studio. Создадим новый проект WinForms с названием GlobalSampel. И теперь добавим в него ссылки на две библиотеки. Это библиотека InterSystems Cache Extreme и InterSystems Data Cache Client. После этого в код формы в раздел «Using» добавим InterSystems Globals. Теперь, когда среда разработки настроена, можно переходить непосредственно к программированию. Для начала добавим на форму кнопку и назовем ее Connect. Далее напишем обработчик нажатия. Создадим в классе свойства MakeCon типа Connection. В Cache Extreme важно понимать, что в каждом отдельно взятом процессе существует исключительно одно соединение с базой данных, и все переменные типа Connection получают ссылку именно на этот экземпляр. Таким образом, метод GetConnection возвращает ссылку на существующее подключение или создает новое, если в текущем процессе подключения еще не было создано. Используя метод Connect, задавим ибе области, с которой далее будем работать. И не забываем обработать исключительные ситуации. В конце закрываем соединение и освобождаем ресурсы. Далее с помощью метода IsConnected можем проверить, было ли выполнено подключение или нет. Теперь можем проверить, как работает наше приложение. Нажимаем на кнопку Connect, видим, что у нас успешно выполнилось подключение, и закрываем наше приложение. Таким образом, в этом туториале мы сделали настройку операционной системы, IDE, и успешно создали подключение к базе данных. Если при подключении у вас возникли ошибки, то стоит проверить правильность указания путей в переменных окружениях. В следующем туториале будут рассмотрены подходы к созданию узлов Global. На этом сейчас все. Благодарю за внимание. Продолжение следует...